Приветствую вас на моем канале Готовим Счастье Дома! Сегодня хочу предложить вам отличную альтернативу обычным пирожкам с начинкой. Такое блюдо готовится очень просто. Начинку сюда можно использовать любую, такую, какую вам понравится. Итак, приступим к приготовлению. Для начала нам необходимо сделать тесто. Для этого берем теплое молоко, добавляем к нему растительное масло, немного дрожжей, соли, сахара, обязательно, чтобы дрожжи лучше забродили. Хорошо все перемешиваем венчиком до получения однородности, чтобы наши компоненты все соединились и растворились. Затем добавляем 330 грамм просеянной пшеничной муки и начинаем сначала перемешивать венчиком. Затем, когда венчиком уже мешать сложно, замешиваем тесто уже руками, хорошо собирая всю муку. После того, как мы замесили тесто, оставляем его в миске, накрыв пленкой подыматься где-то на час-полтора. Оно должно увеличиться в объеме вдвое. После того, как наше тесто поднялось, достаем его из миски и перекладываем на рабочую поверхность. Обминать тесто не надо, мы будем работать прямо с поднявшимся тестом. Разравниваем его в небольшой пласт и делим на равные части. Затем, из каждой части нам необходимо скатать шарик. Из скатанных шариков делаем небольшие лепешки и скатываем их в трубочку, защипывая по краям. Перекладываем наши заготовки на противень, застеленный пергаментом. Затем, накрываем снова пищевой пленкой и даем отдохнуть около 10-15 минут. Пока отдыхает наше тесто, займемся начинкой. Для начинки я взяла натертый сыр моцарелла, порезала мелко куриную грудинку, немного чеснока и зелени. Хорошо все перемешиваем до однородности. После того, как наше тесто подошло, острым ножом делаем по центру разрезы и раскрываем, формируя лодочку. После этого, каждую лодочку необходимо смазать желтком с молоком. Смазываем как по краям, так и внутри. После этого, выкладываем в центр начинку. Начинки не жалейте, так как в процессе приготовления сыр расплавится и она немного усядет. После того, как мы заполнили наши лодочки, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Затем, даем нашим булочкам немного остыть и можно подавать к столу. Такие булочки получаются очень румяными и ароматными. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр!